Иногда в новостях появляются истории о людях, которые ожили в морге или даже на кладбище. Подобные истории часто окутаны неподтвержденными фактами и сомнительными источниками. Но случаи о возвращении к жизни после очевидной смерти были, и они абсолютно не связаны с подобными небылицами и городскими легендами. В медицинских отчетах встречаются случаи, когда пациенты оживали после смерти. Этот феномен получил название синдром воскрешения Лазаря. Этот синдром также известен как ауторесусцинация. Он происходит, когда у человека останавливается сердце, но оно самопроизвольно перезапускается, а кровообращение восстанавливается после того, как все реанимационные мероприятия были закончены, и попытки вернуть человека к жизни прекратились. Почему у синдрома Лазаря такое название? Все очень просто. Этот феномен получил название в соответствии с описанным в Новом Завете воскрешением библейского персонажа Лазаря, который был оживлен Иисусом Христом через 4 дня после смерти. Исследование, проведенное в 2020 году, проанализировало всю известную медицинскую литературу об этом любопытном явлении, и сумело найти 65 пациентов, которые испытали ауторесусцинацию в период с 1982 года, когда был зарегистрирован первый подобный случай по 2018 год. Третье из вернувшихся к жизни удалось полностью восстановиться, при том у большинства из них не были зафиксированы какие-либо отклонения в работе мозга. Как правило, синдромы внезапного воскрешения подвержены в большей степени те, кто перешагнул рубеж в 60 лет. Все ситуации очень индивидуальны. Они происходили как в больнице, так и за ее пределами. Все пациенты имели совершенно различные заболевания, следовательно, разные причины остановки дыхания и сердцебиения. В основном в подобных случаях это происходит спустя короткое время после констатации смерти – от 5 до 10 минут. В исключительных случаях – в течение ближайших часов. Рекорд, как считается, принадлежит жительнице Западной Вирджинии Вельме Томас. После трех подряд остановок сердца врачи в течение 17 часов не фиксировали никакой активности ее мозга. По словам присутствующего в больнице сына, у нее уже начали затвердевать кожу, окоченевать руки и пальцы на ногах. И уже когда ее тело стали готовить к вскрытию и изъятию органов, пригодных для пересадки, через 10 минут после отключения аппаратуры, вельма ожила. Причем весьма убедительно. Открыла глаза, огляделась и спросила, где мой сын? Это было настоящее чудо. До сих пор точно неизвестно, чем обусловлен синдром воскрешения лазеря. Предполагается, что сердце начинает биться вновь, освободившись от сдавления при непрямом массаже, проводимом при реанимации. Кроме того, может сказаться отсроченное действие лекарств, которые во время реанимации были введены внутривенно. Эти лекарственные средства постепенно достигают сердца и вновь приводят его в действие. Однако абсолютной загадкой остается то, каким образом мозг не теряет свои функции при отсутствии кровообращения. Это тайна для медиков, которая когда-нибудь будет раскрыта. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока!